Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Выбирай или умри, ёбаная эта собака. Я никогда не теряю надежды посмотреть по-настоящему страшный фильм ужасов. Что ж, вот что я думаю об этом фильме. Сюжет. В куче старых видеоигр своего друга Дрочилы Келлы находит интересный картридж с игрой с а-ля 80-х. В надежде отдохнуть после работы, девушка запускает первый раунд и становится частью проклятого сюрреалистичного мира ужаса, который убивает всех вокруг неё. Короче, сюжет конкретно для жанра ужасов неплохой. Таинственная игрушка, которая работает по своим собственным извращенным правилам. Это пугает и имеет неплохой потенциал. Взять полный. Сзади. И использован он неплохо, правда слегка однобоко. В фильме «Смертельный выбор» есть напряжение. Мерзковатые и даже странноватые моменты. Чего-то прям пугающего мало, но вот мерзкого достаточно. Свет включить или выключить? Круто. Вообще, за просмотром мне на ум постоянно приходилось нынговое слово «крипово». Оно обозначает общее впечатление от таких понятий, как «жутко», «ужасно» и «отвратительно». И вот, пожалуй, именно такой коктейль «чувствия» я испытал за просмотром. Но отмечу, с уклоном именно отвратительно. Фу, блядь. Что это? Не знаю. Похоже на пиратку. С призом 125 штук? Я должен отметить, что в фильме «Смертельный выбор» неплохо передана атмосфера такой безысходности. Какой-то давящей безнадёги. В паре с отвратительными сценами впечатление создаётся гнетущее. И всё это присыпано этаким киберсурреализмом. Любопытный коктейль получается. Возьму сраный перерыв, да. По техническим моментам могу отметить, что в фильме неплохая графика. Она не замысловатая, с отсылкой к играм 80-х, как я уже говорил. Но смотрится очень здорово. Да и общая сероватая картинка на фоне общей безысходности смотрится прям в тему. Выбирай или умри. Выбирай или умри. Актёрская игра, я бы сказал, средненькая. Но и задачи перед актёршками стояли невеликие. На экране, понятное дело, в основном ноунеймы. Хотя есть и знакомые лица. Это же Эдди Мерсон. Мне он знаком. Он всегда на второстепенных ролях. Лох, в общем. Стой! Прошу! Я не могу! Я не могу! Откровенно говоря, не знаю, что ещё сказать. Фильм «Смертельный выбор» показался мне всё-таки больше хриповым, нежели пугающим. Я считаю, что для ужасов последовательность должна быть ровно обратная. Но раздок сойдёт, когда уже не знаешь, что посмотреть, а искать лень пиздец. С вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»